Не надо! Сразу на две тарелки. Нормально. А что я тут показываю? Чего ты меня всегда позоришь? Ну зачем? А что я позорю? Я показываю как суп просто. Сделал не жидкий, а суп... Как его? Ну такой, мощный. Давай, хай пишет гадостей. Что ты переживаешь? Господи, бля. Я не успела еще появиться, а про меня уже сколько гадостей будет. Так а что тут такого? Ну это ж ты показываешь, я не сделала суп сварить. Нет, просто у тебя получился суп с... Ну я люблю такой суп. Более да. А я ей сказал, что я говорю, я люблю с юшкой. Она теперь вот это все выгребает. Но самый прикол, вот здесь еще можно суп сделать. Слышь, Ник, долей сюда воды. Ты не туда льешь. Сюда воды долей, тут можно суп сделать. Понял? Что? Нормально будет? Так и тебе суп или что выбрать? Не-не-не, нормально вот так. Вот так нормально будет. Сюда реально, слушай, это можно халить, не надо выкинуть. Или даже кому-то можно. Кому-то кому-то. Ну, может быть люди, которые бездомно, поняли, на улице вытянут. Боже, я балуванными. Боже, семечки. Это свинка тут живет, короче. Ну нифига себе. Вчера вывезлила все, блин, я не знаю. Сюня стала только готовить сразу. Ты только такая показываешь, блин. Какой красивый у меня суп. Да, это уже классно реально. Белься, не надо выбирать все? Ну, не надо. Проведи ложкой, подивайся. Да нет, нет, нормально. Я вижу уже. Березюшка полева есть. Ну я рада. Лежка есть, так что нормально. А я? Ну а что ты ешь, если ты свинка? Надо свинюшка. Нафига ты пьешь пепси? Тебе нельзя. Ребят, прикиньте, это обратная тревога. И вот так вот в день по несколько раз. И что делать? Прятаться? Ты сделай, тише. Что ты включаешь? Ну ладно, мама, хорошо. Они казунут маме. Давай, наберу. Ребят, короче, вообще жопа. Слышишь? Ты слышишь стрелку? Да. Да. И вот так уже четвертый раз до сегодня. Да? Да. Ну мы уже не спускаемся в подвал, но какой-то раз придется, хер его знает. Мы уже такие больные, что нам, наверное, уже лучше дома. Ребята, я и врач позвонил и сказал, в больницу надо вообще, прикиньте. Уложиться в стационар и мне вызвать споры. У нас я... Кошмар. У нас я плохо чувствую, да. А вот болит холодно, а у меня еще кочки больные. Это если еще сидеть в холодном поболе, еще плюс коронавирус, у меня еще надо заболеть кочками. Тут у тебя хоть чай есть. Спасибо тебе, Жанечка, ты такой заботливый. Конечно. Я болею, Женя мне готовит чаёчек, конфетки купил. Ага. Вот так вот. Сейчас суп не разогрею. Суп? Да. Е-мое. Да, еще суп. Такие, ребята, конфеты купили. Я такие купил, прикольные. Такие скучные. Такие есть. Куча таблеток, в общем, много всего. Тоже чай попить. Не хочешь показываться на YouTube? Ты можешь просто маску одевать. По каши. Честно, мне даже жарко сейчас. Да я не знаю. Может, если я выпью парацетамол, то где я могу? Выбираешь. Малу, да. Ты же бачишь, я не подготовлена. У меня ресницы... А ты снимаешь, красный объект. Да? Да, значит... Это значит, что ты снимаешь? Красный объект. Я решила посмотреть... топ-модель по-украински. Ну, ничего. Я подожду, пока она остынет. Решила посмотреть топ-модель по-украински. И... Женя... Принес мне супчик. Ммм, какой горячий суп. Не, мне хватит. А ещё Женя сделал мне чаёчек с лимончиком. Какой Женя заботливый. Вот сам болеет. Да, я сам на туре болею. Я приехала здоровая, лечить Женю. По итогу сама заболела, и теперь Жене приходится не только себя лечить, но и за мной ухаживать. Ну, шо ж... Я была здорова и ухаживала за Женя, а теперь не очень здоровому. Ну, я пыталась. Я бы дольше заботилась, если бы я не заболела. Я ж не виновата, что я так быстро заболела. Я хотела долго о тебе заботиться, всю жизнь. Порвёшь кофту! О, ты похож на этого, на ниндзягу. Ну, нельзя? Да. Фу, блин, так херово. Ну, какие виноваты. Так тебе жарко, наверное, потому что ты в кофте. Мне нормально, мне холодно. Надо сейчас, чтобы ты тоже температуру померял. А где я этот градусник? Я меряю градусниками. А я решила посмотреть топ-модель по-украински. Хотела посмотреть прям первые сезоны, но их почему-то на Ютубе нету. Хотела посмотреть блогеров. Ну, Женя фукает. Женя не смотрит никакие Ютубы. А че я их не смотрю? А ты не смотришь Ютубы? А че я их не смотрю? Зачем? Не смотришь, потому что все большинство Ютуб-блогеров показывают неправду. Да, они, они. У них сценарии и... Да, все по сценарию. Причем сценарии у них какие-то одинаковые. Да, ребят, я не смотрю за это выбранное. Банальное и очень одинаковое. Вообще не смотрю. Тупо, блин, он вложь, короче, все. Наигранные, тем более невлоговые. Ты смотришь невлоги. Женя показывает там, я проснулся, я покушал, я пошел туда. А у них сценарии там свидания с девушками. Да, у них все наигранное. Да, проверки какие-то там. Что ты считаешь? Я это считаю. Сколько? 85. А у тебя еще там жало 50. Ну и там 50 еще. Что же там есть? Только пилка. Лимона так хорошо мне. Прям как я люблю. Я люблю чай без сахара и с лимоном, чтоб было много лимона. Давай. На. 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 Уже. Бериешник. Хлеб давать? Хлеб давать? Давай. По-моему все лампочки перегорели уже. Только принял душ, ребят, блин. Еле-еле туда зашел. Вообще желания никакого нету, голововатная. Скорее это все-таки подвид этого коронавируса. Это омикрон. Да? Да. Мой врач тоже сказал. Мне вообще сказали надо в больницу срочно. И вообще пипец. То думали, решали, но сегодня у нас только... Что у нас пятница? И приемные покои или скоро вызывать? И хер знает что будет и как делать, блин. Ну ты ж не с этого города и тут ей будет проблемно. Не знаю. Если вызывать сейчас скорую, то тоже... Ну уже... Не может хотя бы что-то уколит. Не знаю. Ну надо ждать тогда. Либо до утра ждать. Либо... Ну не знаю тогда. А ты температуру так уже померила? Что ты забываешь? Ты же градусник 20 минут держишь. Зачем? Какие 20 минут? А сколько? Я пошел купаться, а ты только за градусник засунула. Я купался минут 15. 38. 38? Да, я посмотрю. Да. Да. Да не гони. Ё-моё. 37,8. Да. Это очень плохо. Ну вот это уже не точно что плохо. Так это без том, что это после вот этого... После... Ну как? Лена? Ну разъема. Ну пей парацетамол. Я не знаю. Я в шоке. Я не ожидала, что будет больше. Завтра выходные. Жопа может быть. Пей тогда давай парацетамол. Мне хотя бы... Я не знаю. Может хотя бы какую-то капельницу или укол. Я не знаю. Тоже скорую вызывать? Ну как мне твои дни йога нет? Они тебя заберут сейчас. Куда они меня заберут? Куда? В отделение. Здесь тебя никто копать не будет. А я тебе отвечаю. Я не хочу. Я тебе говорю, тебя сейчас просто заберут. Поставят вот такие эти... А ты как меня? А куда они? А ты ж беременна. Мне что-то понимать... Ну я не знаю. У меня какая-то капельница или какой-то укол. Ну я боюсь. Кого-то укола или капельница. Они же тоже не опытные. Сейчас поставят мне? Лишь бы что-то поставить. Просто я что к этому отношусь так у меня... Ну ты же знаешь это. Ребята, у меня просто подружка Аня с моего города. Угу. Она умерла с семимесячным ребенком в утробе. И она в моем городе. Это все новости жужжали по всем нашим телеканалам Украины. Потому что ее муж добивался из-за халатности врачей. Мы были в одной компании. Я смело могу сказать, что это человек, с которым я реально дружил. Ну, вы все знаете, да? Аня умерла так вот. Пять дней она посидела дома. Не приходила вообще... Не ходила к врачу. Потому что врачи... Ей тоже сказали, да попей там. Да, врач сказала ей попей там. Парацетамол она, по-моему, помнила. Парацетамол не сказали. Она парацетамол пила. Пять дней попила парацетамол, по-моему. Я не буду точно говорить. Что-то она попила пять дней и все. Потом было поздно. А у нее уже семь месяцев, как ребенка. И это ж... Урачи не принимают выходные, правда? Да по херу, в любой. Принимают, не принимают. Просто приедет скорость. У меня муж жены и не колок. Ты можешь понять? Мне не просто надо, чтобы какой-то врач там сидел. И кого-то... Мне надо именно и не колок. Мне ж не просто какой-то врач. Он мне скажет, надо отвали какой-то укол, какую-то капельницу, или какие-то таблетки. А мне ж надо человек, чтобы он разбирался. Мне по-феру было. Если я была не беременная, колите и делайте, что хотите со мной. И пойми, что весь прикол еще сейчас комендантский час. Начинается. Через полчаса. Женя, а люди по-твоему не болеют, да? По хипер-гадскому. Да болеют. Значит, надо вызывать просто врача. Я не знаю, что-то дозвонит скорую. Ну, что делать? Я не знаю. Вчера домой не звонит, спрашивает. Охренеть, да. Ну, мама, наверное, расскажет, что выпить, делая. Можно попробовать выпить пару цепанов? Врачи, что делаю их лучше. Ну, да. Ага. Я же не знала, что так будет. Но я даже если пыталась все равно прервать и лечить. Как я, баба, тебя оставить отдоху. Девка, она плохая, то я хочу, чтобы тебе было плохо. Угу. 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 А это же все. Это же придется, действительно, скорую вызывает. Только что они потом будут со мной делать, я не знаю. Угу. Выберу тебе вот, и все. У тебя тут целая кухня. Ну, не показывай. А что тут такого, господи? Ну, надо морить, что я неряха. А что, оно не так? Не так. Ну, смотри, что у тебя айпад. айпад а я ж полею я просто действительно я до туалета еле дохожу ты вообще даже не вставала я вставала ты смогла суп приготовила и все это после супа у тебя началось когда ты пришел ты вот тут разговаривала мне уже плохо было а ты когда пришел когда мы на кухне разговаривали когда я сидела мне уже плохо было когда я лук резала в суп ну этого стоило ожидать, правда ну шо ж, я не могла поступить иначе у меня потом совесть съела что ты тут один тебе плохо, а я там сижу и ничего не могу сделать ну я хотя бы с тобой ты там бы не один сидишь то есть все равно лучше один тут посидел, поверь я тебе выздоровел блин, а за два дня, а ты теперь блин, а мучаясь, это эти боли вообще с ребенком я не хочу, чтоб ты был чтоб ты один сидел нанесла, а не как ты зря вот это все чудишь ну шо уже сделалось то уже ничего не вернешь ай блин я не сделала то, что я должна была сделать подписки только прут и прут, блин ой блин, лишь бы уже, блин подписывались те, которые вот писали всякую фигню гадости, те, которые не верили это все постанова я не понимаю смысл очень много я читала комментариев таких прям очень сильно херовых я не понимаю смысл там пишут, фу, противно тебя там смотреть или что-то еще а смысл там, знаешь, ну противно отпиши себя вообще да и все, зачем ты на протяжении там, ну там дальнейшего времени все равно смотришь и каждое видео пишешь а мне противно тебя смотреть ну так не смотри да ну ребятки теперь ломанулись многие все те, которые клялись в комментариях мамой клянусь, папиным здоровьем клянусь маминым сердцем клянусь ребенком клянусь, он всех обманывает нет никакой девушки у него он все обманывает, клянулись ну шо, да клянулись я еще видела в комментариях взрослые женщины они пишут я, но там вы доверьтесь мне у меня уже возраст я много чего видела в жизни и понимаю поверьте это все актерская игра и когда взрослые взрослые женщины постарше моей мамы писали говорят, что я прожила жизнь я уже вижу и многое понимаю поэтому я вам со 100% гарантии могу сказать, что это все так это представь люди сколько смотрели меня даже наверное это же те наверное которые меня смотрели верили мне все время и когда я выпустил серию этих влогов ну как можно было те люди которые мне верили и резко тупо поменять обо мне было мнение что это все был постановочные все видео ребята ну вы теперь уже понимаете открываете глаза вообще да нельзя шутить по такому спалу да я бы никогда в жизни не пошутил я не говорил я никогда не обманываю своих видосах максимально правду говорю то что есть смысл мне знаешь вот бог Женя понимаешь вот тебе и честность вот синда когда человек врет ему верят ему верят о тебе вот про аферистов всегда верили вот как за аферистов не начинаю рассказывать всегда верили никто не сомневался только начинаю говорить что-то у меня в жизни какие-то нет это он играет что-то насчет украины уж у нас происходит нет это не правда он обратно врет раз он постановочный снимает блин пипец блин ни одной постановки еще не снял вот конкретно что было какое-то постановочная шок с девками до 1 ну как в афоне вот это как афоня тиви по ну да там всех людей обманывает жизнь блин да я не знаю что тут обманывать да да еще пипец я не знаю я должен вызывать уже как бы если вы писали шокот умер это тоже постанова ну да вот умер постанова хомяки умер и мы их закопали постанова выкопали кота постанова сказали короче я говорю бабушка которая умерла у меня тоже типа постанова типа ржут ха-ха-ха возможно все типа мы с бабушкой sky ну типа мы только сняли для контента потому что типа говорят у вас ролики уже начали падать просмотры ну типа не пришлось мне не описывали ничего просто написали что постанова не ну прикинь либо дети либо глупые взрослые либо глупые взрослые не ну в этом мире реально очень много может быть они где-то в чем-то да да ну ребят но не тут поверьте со смертью и со здоровьем с операцией с детьми ну здесь нельзя да 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 вы что это уже чересчур так что ждем возможно очень интересная вика и скорая помощь ну ты что красиво я ворвалась в вашу грешную эту москву жизнь ну шо ж а вы ж думали что будет все красиво что я буду красивая здоровая при своем здраве и уме а ты видишь при каких а вот никогда не получается в жизни так как ты забываешь от себя идет по одному месту да подожди сейчас еще скажут что сейчас и это все постаново скажу тебя просто попросил заплатил актеру с пузом с беременным подружки живот надуло и все ребят набудуло живот и все да мы взяли ребенка на другого ну тут ну раз так то пусть думает уже так тоже будет интересно так шо людям надо скучно ну сидят люди дома им скучно там тебя очень много смотрят семейных людей там знаешь и детей а дети любят фантазировать у них там же развивается вот это все они любят себя надуваешь им было не скучно что ты там голове прокручивать какие-то истории варианты версии ну это нормально людей тоже можно понять ну шо ж я надеюсь конечно скоро не будет но не могу гарантировать уже ничего но не легче стало не легче не стало? нет плохо плохо я просто отвлекаюсь с тобой разговариваю я когда просто сижу я зациклена на том что мне плохо а так хотя бы сейчас может парацетамол тебе подействует хрен его знает я не хочу еще я приеду давай еще поболеть это все мне будет потом очень весело это все пипец папа мне будет лазила вот это а это мне страшно они же ну им же это я еще могу перевести более где нормально а им да они уже взрослые люди я боюсь жене сколько родителям лет? маме 53 по 10 лет старше да? да я боюсь ты шо? ты видишь еще с мамой заболеют и так беременная и так больная потом еще а если мама с папой заболеют это шо? надо бы им сейчас смотреть за твоим здоровьем потому что все жесть я говорю шо за твоим здоровьем надо сейчас наблюдать как мама не горит просто щас станет хуже то вообще жопа блять просто если ты не беременна была думаю не месил взяла выпила все попустила блять теперь пипец блять две дважды уход зуб четвертая фажа